Речь идёт о многоквартирном доме по улице Дос на 123 квартиры. Более 200 человек из рядом стоящих бараков, которые, к слову, признаны аварийными уже 8 лет, должны были заселиться в новое жильё в конце ноября прошлого года. Однако застройщик в эти сроки не уложился, хотя за месяц до этого был настроен на обратное. Стройконтроль ведётся у нас как с местными жителями, так и на уровне администрации, вплоть до правительства и прокуратуры, поэтому качество мы не можем подвести. Ну а по срокам будем стараться успевать, наращиваем производство, наращиваем. Здание возводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Заключён муниципальный контракт с администрацией Абазы. Те, в свою очередь, за процессом стройки тщательно следят. И, как комментируют, сильный простой в строительстве наблюдался этой зимой. Причина, я считаю, одна – недофинансирование этого объекта. Либо большие объёмы, которые у подрядчика в работе были. То есть, много объектов в раз ввёл подрядчик. Администрация в рамках своих возможностей помогает подрядчику, для того, чтобы положительно завершился этот контракт. Срыв срока этого контракта заинтересовал прокуратуру Таштыбского района. И после их проверки возбуждено административное дело. Прокурор района внёс руководителю подрядчика представление. По материалам проверки, постановлением мирового судьи, подрядная организация привлечена к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к наказанию в виде штрафа на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей. На сегодняшний день контракт на стройку действующий, поскольку подразумевает под собой выполнение обязательств двух сторон. А подрядчик свои работы ещё не окончил. И как отметили в администрации Абазы, на днях строители всё же увеличили темпы производства. Подрядчик привлёк на объект больше людей и закупил недостающие материалы.